Привет! Давно не виделись, а я вернулся с приятными новостями. Во-первых, случилось обновление, которое немного разнообразит геймплей, и об этом развернуто поболтаем. Во-вторых, начинается новый сезон «Радиотехника расскажет», где, вы не поверите, но я буду рассказывать вам всякое про обновление, про будущее, про настоящее. И если мы не знакомы, вы меня видите впервые, я, Саня, один из разработчиков провинции. Приятно познакомиться. И погнали! Начнем с обновления сезонного пропуска. Оно большое, красивое и бросается в глаза. Система ежедневных заданий и испытаний, которая не требует особых усилий, но немножко разнообразит геймплей. Разнообразия геймплея нам действительно не хватало, правда? Выполняя задания, вы получаете очки опыта, которые прокачивают ваш уровень батл пасса. Достигая следующего уровня, вы получаете приятный приз. Пройдя все уровни, вы получите супер-приз. Какой? Отдите в игру и посмотрите. Я не хочу ломать вам кайф. Оказываясь, в игре можно открыть окошко сезонного пропуска, нажав на F4. Участвовать в нем может каждый игрок провинции бесплатно. Так что любой игрок может достичь любого уровня, просто играя и выполняя дейлики. Я уж буду называть сезонный пропуск батл пассом, а не сизон пассом. Я просто старый игрок в доту, мне так привычнее. Надеюсь, вы меня за это простите. Чисто визуально мне очень нравится оформление и дизайн. Справа находятся задания, которые нужно выполнить. А снизу ваш прогресс-бар. Все просто и понятно. Сверху есть вкладка «Главное», где вы находитесь по умолчанию. Вкладка «Золотой билет», которая разыгрывает уникальные авто для тех, кто докачается до уровня с билетом. И вкладка с витриной, где можно посмотреть аксессуары на своего персонажа, которые можно прикупить за ивент-валюту. Тут же можно отметить ближайшую лавку, где и купить себе некоторые аксессы. Кстати, получить ивент-валюту можно за выполнение ежедневок или обменяв за донат рублей. Теперь про аксессы. Их становится больше, и они эксклюзивны для этого батл пасса. Потом мы их уберем. Так что ловите момент. Появились рюкзачки и сумки, а это значит новый этап развития инвентаря. Теперь с собой можно таскать больше вещей. Класс. А еще такой рюкзак можно положить на землю, и он останется лежать какое-то время. Даже если вы выйдете с сервера. Так что можно передать рюкзак другому или сделать тайник. Да, и на кастомизацию у нас, конечно, большие планы, но об этом в другой раз. Выполняйте дейлики, качайте уровни, пишите фидбэк по батл пассу и комментарии к этому видео. Что вам нравится, что вам не нравится, что бы вы хотели увидеть в качестве заданий. Буду рад развернутым вашим комментариям. Это наш первый опыт с батл пассом, поэтому он не огромных размеров, не длится полгода и нет ста уровней. Мы хотим обкатать механику сезонного пропуска и привязки к знакомым системам, которые считывают количество пройденного, съеденного или перенесенного и так далее. И понять, верно ли мы движемся или нет. Может быть что-то подкорректировать и следующий сезонный пропуск бахнут масштабнее и круче, чем этот. Поэтому нам очень важна обратная связь от вас. Пишите, выражайте, дискутируйте, а мы пока пойдем дальше. Для открывающего ролика хотелось бы взять какую-нибудь животрепещущую тему и раскрыть ее как можно подробнее. Есть такая тема. Это количество и частота обновлений на провинции. Предлагаю обсудить. По-хорошему, нам бы лет 7 назад в команду грамотного гейн-дизайнера, классного проект-менеджера и опытных программистов, которые понимают, как работают игры и что такое геймплей. И за 7 лет мы бы стали нереально крутыми и огромными. Но своими силами и своим умом мы дошли до некоторых вещей только сейчас. Но хорошо, что дошли. На протяжении многих лет на провинции особо ничего не было, кроме атмосферы и фарма. Атмосфера была на высоте, да и остается крутой, что уж тут. А все остальное время раньше отнимал фарм. Игроки частенько сами создавали движуху и делали ветер. И огромное спасибо комьюнити за это. А геймплейно, кроме фарма и покупки новой тачки. Что еще? Если вы играете с 0.1.7 или 0.1.8, пожалуйста, подверите это в комментариях. Даже те, кто пришли с Beta 2. Прошу вас в комментарии, уважаемые ветераны. Это все происходило, потому что мы не понимали, как строится работа над проектом и делали скорее мод с набором систем для фана. Ну, собственно говоря, мы были просто типы, которые сделали мод на трамвае в GTA SA по приколу. И было совсем не очевидно, что вообще нужно что-то делать, чтобы геймплей был. Как будто бы у нас играет много людей, и они онлайн, значит геймплей уже есть. И вот только последний год пришло осознание, как оно должно быть. И добавляем геймплейные фишки, чтобы было интересно играть, а не просто кататься по карте и рассматривать пятиэтажки. Три главные системы, которые уже добавлены, такие как взаимодействие, радиалка и инвентарь. По-хорошему и то, и другое, и третье надо было сделать в первую очередь. Семь лет назад. Потому что никакого взаимодействия с миром и между системами особо не было до этого момента. И у нас в планах сейчас и в ближайшем будущем сделать базовый геймплей, который завязан на других системах игры, чтобы было всё переплетено. Тогда будет интересно заниматься почти чем угодно. Ещё была такая идея у нас, что у нас скучно, потому что развлечений нет. Сказано сделано, мы добавили, значит, развлечения. Например, Counter-Strike. Или бои на ринге. Но не понимали, что без привязки к остальным системам провинции и взаимодействий с миром, играть в это будут единицы. По-хорошему нужно интегрировать Progress Bar, Leaderboard или хотя бы матчмейкинг. И чтобы эти системы влияли на игровой мир. Сейчас же мы понимаем, что следует системы взаимосвязать. Тогда у этого будет жизнь и развитие. Всё усложняет то, что нам достался от нас же не только Legacy Code, который капсулирован и плохо приспособлен для масштабных изменений, но ещё и старый код самой МТА, которая была кастомизирована нами же под наши старые нужды. В самой МТА есть лимиты на машины и объекты, которые мы сломали. Есть проблемы с синхроид поездов и трамваев. Есть ограничения на длину путей, поездов и трамваев. Не существует праворульных машин, например. И ещё куча ограничений, которые мы побеждали, переписывая МТА и делали, по сути, свою версию МТА. Свой форк. Но в ней накопилось какое-то нереальное количество костылей и есть сложности, причём такие, что проще было с нуля написать новый мод МТА. Потому что со старым мы постоянно сталкиваемся с проблемами. Я напомню, что мы были просто типы, без образования и опыт разработки больших игр, которые просто кайфовали от модинга. Сделали трамвай в ГТА и не думали о том, что у нас будет большой онлайн, большие возможности и большое будущее. И быстро писали заплатки или костыли для МТА, чтобы заткнуть текущую дырочку и чтобы обнова поскорее вышла. Например, с номерами на машины нельзя на кастомные бамперы машины повесить автомобильный номер, чтобы всё работало штатно со старым патчем. Потому что мы вообще не думали, что будут какие-то там бампера кастомные, что туда нужны будут какие-то номера. А сегодня, чтобы всё работало, нужен ещё костыль на костыль. Некоторые обновы МТА, которые увешивают МТАшники, несовместимы с нашей версией. А значит, мы пролетаем мимо важных штук. В том числе и обновы по античту, например. Таких вещей на самом деле уйма. А хочется, чтобы всё было удобно и логично. Ещё у нас на горизонте маячит новая карта, новая версия, где требуется ещё увеличить лимиты на объекты и... Ну, кое-чё ещё, я, к сожалению, вам не могу сказать. Это разговор на попозже. Но, поверьте, нам много чего там ещё, короче говоря, нужно. Вот теперь-то мы знаем, что у проекта есть будущее, и фундамент надо строить крепкий и основательный. Поэтому осенью 22-го года мы поставили стандартную ГТА СА, стандартную МТА, и начали делать свой форк заново. Просто свою версию с нуля. Да, пришлось сделать именно так. Всю работу сначала. Это сильно тормозит планирование текущих обнов, на него уходит много времени, но без этого ни о каком развитии не может идти и речь. Я думаю, вы понимаете почему. Хорошая новость в том, что сейчас эта... Новая сборка готова и находится в стадии тестирования. Если тесты пройдут успешно, то мы скоро перекатимся на новую версию МТА. И это огромная победа, большой прорыв для нас, и это предопределит будущее проекта. Но для вас, простых игроков, ничего особо не изменится. Провинция, какой внешне была, такой и останется. А на деле было проведено полгода кропотливой работы целого отдела. Я не хочу, чтобы вы думали, что мы какие-то бедные, несчастные, и нас надо жалеть немедленно. Нет. Всё хорошо. Просто на исправление ошибок обычно требуется немножко больше времени, чем на создание чего-то нового. Я думаю, все знают, что реставрировать старое дороже и дольше, чем делать новое с нуля. Но у нас всё под контролем. Мы исправляем то, что не работает, заставляем это работать, и на это требуется некоторое время. Мы благодарны всем, кто это понимает. Кто осознаёт, что делать игры — это не пирожки печь. И есть некоторые сложности. Особенно, когда ты много лет не всегда понимал, куда нужно двигаться и что делать. Исправив старый код, мы можем идти дальше, делать нужные работающие обновы, а не пустые фильтры, и делать нашу игру глубже и разнообразнее. А уж новой карты что будет — это просто чудо. Но об этом в другой раз, как я уже и сказал ранее. Предлагаю написать в комментариях, что вы думаете по поводу сезонного пропуска. Как вам? Пишите. И предлагайте темы для обсуждения в будущих роликах. Буду рад за активность в комментариях. Скоро увидимся. Адью.